Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня воскресенье, 24 декабря, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания апостола Павла к Колоссинам, глава 3, стихи с 4 по 11. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. «Не говорите лжи друг другу, совлекшись в ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Эллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Так, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь предлагает нам проразмышлять над посланием апостола Павла Колоссиным. И в первом стихе апостол Павел говорит, «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Говоря об этом, апостол Павел имеет в виду, что сейчас еще не настало время максимального присутствия славы Божьей в человеке. Непосредственное явление славы будет только со вторым пришествием Христа. Сейчас же слава, может быть, слава Божия, может быть в человеке и являться, но это будет некое подобие славы, и это будет касаться внутренней жизни человека, его духовной составляющей, что не будет проявляться во внешнем облике человека. Но со вторым пришествием Иисуса Христа слава Божия явится во всей полноте. Блаженный Августин так толкует этот стих. «Что же Павел говорит затем? Когда явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы с Ним явитесь во славе. Стало быть, сейчас время стянать, а тогда радоваться. Сейчас время желать, а тогда раскрывать объятия. Сейчас то, чего мы желаем, отсутствует, но не будем ослабевать в желании. Долго питаемое желание нас упражняет, потому что нас не обманывает тот, кто обещал». И здесь, конечно же, Блаженный Августин акцентирует свое внимание на том, что даже если мы еще не вкусили всей полноты славы Божией, мы должны желать этой славы. И сейчас время не наслаждаться, а стянать. То есть претерпевать лишения и искушения ради славы Божией, которую мы косвенно можем почувствовать в нашей внутренней духовной жизни. «Итак, умертвите земные члены ваши», — пишет апостол Павел в следующем стихе, «блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которые есть идолослужение». Ввиду того, что Колоссин ожидает слава Божия, мы должны бороться со своими страстями. И мы здесь конкретно имеется в виду апостолом Павлом община в Колоссах, но это и относится и к нам. И мы должны бороться со страстями, как сказано по слову апостола Павла, что они срастаются с человеком, что становятся как бы даже членами его тела. И из страстей апостол Павел делает акцент сначала на чувственных страстях, что выражено в «блуде», с лежащим в этой плоскости аскетической жизни человека, плотские настроения и все, что с этим связано. А потом идет речь о страсти духовной, то есть любостяжание, которое и есть идолослужение. Сейчас приходит на ум в связи с этим одна из опер конца 19-го, начала 20-го века, которую исполняет Федор Шаляпин. И там есть такие слова. «Люди гибнут за металл». То есть суть этого в том, что золото и сребролюбие, серебро стало, деньги стало неким идолом, которому поклоняется человечество, ради которого идут на смерть. И вот блуд и любостяжание – это два порока, наиболее свойственные языческому обществу, языческому миру, в котором и, соответственно, жили колоссины, в нем они пребывали, потому что это, конечно же, община, живущая среди языческого населения. И апостол Павел акцентирует свое внимание именно на этих пороках, на этих страстях, потому что они наиболее распространены в окружении христиан, города Колоссы, и, конечно же, потому что они знакомы им, эти страсти и пороки, еще по их языческой жизни, по их языческому прошлому. Поэтому апостол Павел делает особое внимание, акцентирует, что человек должен отказаться от этих пороков и от этих грехов, за которые гнев Божий грядет на сынов противления. Именно за эти грехи идет гнев Божий на сынов противления. И кто же такие сыны противления? Это не те люди, которые по неведению совершают эти проступки, а те люди, которые, узнав благую весть о Христе, узнав этику евангельского поведения, которую проповедуют апостолы, они все равно остаются в этих страстях и пороках, зная о Христе и даже принимая Христа в свое сердце. Блаженный Феофилак Болгарский так толкует этот отрывок. «Сынами противление называет их, лишая всякого снисхождения и показывая, что они пребывают в страстях не по неведению, но по упорству, которому так предались, что будто усыновили себя ему, от него прияв отличительные и характеристические себе черты, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними», заканчивает апостол Павел этот пассаж риторический, говоря о том, что необходимо уходить от страстей, среди которых вы жили. А теперь вы отложите все. То есть вы жили в этих страстях, но теперь от вас требуется следующее. Гнев. Отложить необходимо. Гнев. «Ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его». В крещении христианин совлекается ветхого человека, который был рабом греха, и облекается в нового человека свободного, который обновляется в познании по образу создавшего его, «где нет эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все и во всем Христос». Апостол Павел предлагает отречься от прежних пороков и даже отложить все, а именно гнев, ярость, злобу и другие пороки, которые приносят в общину раздор. Он просит общину находиться в мире и любви, потому что в этой общине уже нет причины гневаться и нет причины для раздора, потому что все мы являемся единым целым. Здесь нет ни обрезания, здесь нет ни эллина, ни иудея, все во всем, все являются Христом, являются Его телом. Апостол Павел призывает здесь к единству в теле Христовом, то есть к единству в Церкви. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его стороны сообращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова